Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В этом году Дождик загнал всех в спортивный зал Там и проходили праздничные линейки Расскажу о своей Сначала мы первоклассники познакомились с директором И узнали, что у нашей школы есть свой флаг Затем были песни, выступления гостей и моих одноклассников Во время линейки я многое заметил Некоторые ребята не привыкли рано вставать и не выспались А некоторые уже были готовы кинуться в драку Для меня сегодня очень радостно, потому что я пошел во второй класс И снова встретил своих друзей Грустно, потому что погода плохая Радостно, потому что опять в школу собираешься Для меня первый сентября радостный день Хороший, веселый, потому что мне нравится дарить цветы А это что за сюрприз? Каким образом на линейке оказался Дед Мороз? Оказывается, он пришел поздравить нас с Новым годом, учебным годом Дед Мороз даже подарки приготовил, чтобы мы на пятерке учились А мы приготовили подарки учителям, чтобы они эти пятерки ставили А вот и первый звонок Дай сего доверие самым активным и умным ученикам школы Мне доверили звенеть звонок, потому что я буду учиться в школе хорошо И еще потому что я красивая Этот звонок позвал нас на первый урок Не математики и не чтения На урок конституции Так называется самый важный документ В котором прописаны все законы нашей страны, России Максим Гридасов, Николай Яковлев Акилбупсер Вы смотрите программу Акилбупсер Сегодня у нас премьера Если честно, я очень волнуюсь Понравятся ли наши новости зрителям? Будут ли уважать на взрослые коллеги, телеведущие? Нашла чего бояться? Ты же не в новый класс перешла Вот там быть новичком действительно непросто Как реагировать, когда слышишь за спиной Новенький Как найти друзей в новом классе? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент Михаил Кожендаев Знаешь, чем страшен переезд? Нет, не большими тяжелыми коробками А тем, что нужно переходить в новую школу Первый раз в новый класс Все равно, что в первый В голове только одна мысль Полюбят ли меня ребята? Ого, ты меня тут же дали Здорово! Послание на доске написали Первые дни в новом классе очень важные Ведь ребята к тебе присматриваются Оценивают Да, не зря мне купили новый костюмчик Миша, мы рады тебя видеть в нашем классе Расскажи немного о себе Меня зовут Миша Я люблю кататься на велосипеде Играть в лего Гулять с друзьями Тесняться не надо Уверенно и громко расскажи Где ты учился раньше Чем увлекаешься Только сильно себя не нахваливай Пустунишек никто не любит Во время уроков надо быть в ничеку Если хочешь, чтобы учитель тебя зауважал Докажи, что ты умный мальчик Так что первое время готовься к урокам Особенно тщательно Хотя, если честно, лучше это делать всегда Перемена Время поиска новых друзей Тут новичка ждут два пути Возможно, ребята сами подбегут к тебе знакомиться А если нет, бери все в свои руки Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Вика Меня зовут Ксюша Меня зовут Катя Меня зовут Миша А можно мне с вами поиграть? Конечно Запомни правила, по которым живет новый класс Постарайся их не нарушать И уж тем более не навязывать свои Замечательно, если твои родители работают в интересном месте Попроси папу показать, как работает кондитерская фабрика И ты для всех станешь другом Мам, мне эта школа очень понравилась Я познакомилась с Ксюшей Ваней Молодец А у меня тоже новость Я поступаю на новую работу И тоже немножко волнуюсь Мам, не переживай Я все тебе расскажу, покажу Ну, кто новенького? Настя, скажи, мама выдает тебе деньги на карманные расходы? Конечно А сколько, если не секрет? И тебе хватает? Бывает, даже остается Везет А мне карманных денег всегда не хватает А вот интересно, сколько их необходимо школьнику? Так давайте поручим выяснить нашему специальному корреспонденту Зима, передаем эфир тебе Здравствуйте, я научусь в центре города Чубаксары Здесь очень много ребят И я буду задавать наш вопрос Пока мне мама не выдает деньги на карманные расходы Но я хотела бы, чтобы она мне давала рублей 50-60 Чтобы накопить на что-нибудь большое и ценное Максимум 200, минимум 30 А на что ты будешь тратить? Первые 50 рублей на буфет Вторые на журналы Третьые 50 рублей на игрушки И четвертые 50 рублей Уже Ну, например Еще Еще раз на буфет Это уже 100 рублей на буфет Ну, я думаю, конечно же, нужно Детям ничего не отказывать Детям это жизни В любом случае Рублей 100 в день, я думаю, достаточно Для того, чтобы порадовать их Какими-то мелочами Не знаю, то есть сладости Игрушки Что-то, чтобы им действительно приносило удовольствие Мне нужно 300 рублей и 100 рублей На что ты будешь тратить? 300 рублей это Там на жвачки, конфеты На журналы там На киндер-сурпризы А другое Я купю копилку, чтобы туда деньги вложить Максимум 200 рублей 200 рублей Минимум 100 Я буду тратить их Стоя на конфеты Жвачки А еще 100 На игрушки Сколько вам нужно денег? На карманные расходы Примерно 100 рублей А что ты его будешь тратить? На поход в магазин На сладости там А я буду копить на котенка А зачем копить? Его же можно бесплатно взять А я, может, персидского хочу взять Такого не каждого можно взять Найти на улице Мне дает мама 100 рублей И бабушке, дедушке тоже 100 рублей На мороженое И можно оставить на мамин подарок Я думаю, что стоит, чтобы дети научились тратить деньги разумно А количество, я считаю, что это Ну, рублей 100-150 в день По крайней мере, для моего ребенка это будет разумно Ну, на сосиску в тесте, на пиццу, на бутерброд У меня 100 рублей хватает В день мы даем ребенку 10 рублей В неделю получается 50 Почему кому-то покажется так мало? Потому что главное не деньги А главное, чтобы ребенок научился правильно их расходовать Копить, экономить и рассчитывать У нас ребенок рассчитал все так Что за несколько месяцев накопил себе наполовину телефона Мы услышали мнение многих ребят Но лично мне нужно 30 рублей в день Я их потрачу на всякие булочки Пирожки, выпечку Немного их потрачу на батут До свидания Дима, спасибо за работу А нам остается лишь добавить Комментарий специалиста Сколько же денег на самом деле лучше давать школьнику Об этом нам расскажет школьный психолог Здравствуйте, вы с нами на прямой связи Здравствуйте, ребята Карманные деньги, конечно же, очень необходимы для вашего успешного развития Ведь именно на них вы сможете покупать те мелочи Которые вы считаете главными А ваши родители почему-то этого не понимают Но помните, ребята, что есть вещества И вещи, которыми нельзя покупать Ни на какие деньги Ни на карманы, ни на чьи-либо другие Это, конечно же, то, что вредит вашему здоровью И очень вам опасно То есть это алкоголь, сигареты Какие-то взрывоопасные вещества В том числе фейерверки И, конечно же, игровые автоматы Это тоже не очень полезно для вашего развития Сколько денег вам необходимо Конечно же, это решает ваша семья Ваши родители, мама и папа Но, как психологи говорят В принципе, суммы 200-300 рублей в неделю Этого достаточно Причем детям маленького возраста То есть это младшим школьникам С 1 по 4 класс Нужно давать деньги Один раз в неделю А подросткам Можно давать один раз в месяц А родителям мне хочется сказать Что карманные деньги Это те средства, которые выдаются ребенку Для его собственных нужд И это деньги, которые выдаются ему всегда В определенное время В определенном количестве Допустим, в понедельник 200 рублей на неделю Или в начале месяца Там 1000 рублей подростку на месяц И карманные деньги Не могут быть просто так запрещены Они не зависят от поведения ребенка От его отметок И от его успехов В той или иной деятельности И поэтому, если вы считаете Что ваш ребенок, допустим, Такой неуправляемый В поведении Учится очень плохо И вы думаете Давать ему или не давать деньги То в этом случае Лучше не начинать их давать Чем, начав давать Потом их отнять Мальчики и девочки Если у вас есть новости Для нашей программы Сообщайте их по телефону 64 11 11 Наши корреспонденты Приедут в вашу школу Или двор И уж тогда О самом дружном классе И талантливых ребятах Узнает вся республика Акел Бупсер Мы желаем вам Только добрых перевертушек И приятных новостей До встречи На национальном телевидении Чуваши До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова